Здравствуйте дорогие друзья! С вами как обычно по понедельникам Глеб Задоя и это видео прогноз на предстоящую торговую неделю. Традиционно начинаем с небольшого обзора новостей. Во-первых, на основном канале появилось видео о том, что можно купить на фондовом рынке и как заработать. Вообще можно деньги на бирже. Мы продолжаем записывать и выкладывать для вас видеоролики о том, как зарабатывать деньги на фондовом рынке. На канале Миллионера Струщоб мы выгрузили видео о том, почему важно стать профессионалом в том деле, которым вы занимаетесь. Поэтому обязательно посмотрите это видео. Оно вам, поверьте, будет очень и очень полезно. Ну и на сайте АОФХ, друзья мои, вы по-прежнему можете записаться на курс по фондовому рынку. Стартуем мы в середине сентября. Также мы запланировали повторное проведение курса Real Time Trading по желаниям большого количества тех трейдеров, которые у нас и проходили предыдущий курс и те, кто не успели попасть, есть такая возможность записаться. Заходите на сайт АОФХ и записывайтесь. И также мы планируем проведение мастер-группы этой осенью. Это будет последняя мастер-группа в этом году и осталось там всего лишь на всего два места, поэтому спешите записаться. Ну и также на сайте АОФХ.ру вы можете следить за теми мастер-классами, вебинарами, которые мы проводим. В частности, следующий вебинар, который я буду проводить, состоится у нас 11 сентября и мы будем искать опционные уровни на бирже CME. Ну а теперь давайте перейдем непосредственно к ситуации на рынке и поговорим о тех новостях, которые у нас способны повлиять на рынок на этой неделе. Нужно сказать, что неделя довольно-таки спокойная. Во вторник в Великобритании будут слушания отчета по инфляции. В среду ВВП за второй квартал в Соединенных Штатах Америки. Очень интересно, какие выйдут данные, потому что первый показатель, который вышел за второй квартал, был мега позитивный. И хочется узнать, в общем-то, о том, сохранится ли эта динамика и будет ли на втором, и получается сейчас, по идее, второй должен быть выход показателя, будет ли подтверждена вот та оценка, которая была дана в предыдущем месяце. В четверг в Европе будут выпущены данные по рынку труда в Германии. Мы можем с ними ознакомиться, а в пятницу индекс потребительских цен в Евросоюзе. Ну, собственно, самое важное, конечно же, это ВВП за второй квартал в Соединенных Штатах Америки. Публикация, еще раз напомню, в среду. Ну, а теперь давайте перейдем непосредственно к валютным парам. По традиции начинаем с единой европейской валюты. Тренд на неделе сохраняется нисходящий. На графике с периодом D1. Вот здесь вот формально мы уже тренд начали менять на восходящий. Мы перебили, в общем-то, своим хаем сегодняшнего дня максимум, который был у нас зафиксирован, получается, 8 августа. Но, с другой стороны, несмотря на все попытки пробиться выше этого максимума в конце прошлой недели, этого сделать не удалось, пока котировки торгуются ниже. Поэтому, все-таки, шанс для снижения здесь еще сохраняется. При этом на графике H4 мы однозначно растем. Что касается уровня поддержки и сопротивления, я бы на этой неделе, во-первых, обратил внимание на отметку 1.16.300. Это как раз-таки тот самый максимум 8 августа, который пока так и не удалось преодолеть котировкам. Следующей отметкой для роста может стать отметка 1.17.300. А далее котировки могут устремиться уже, получается, к июньскому максимуму в районе отметки 1.18.300. Ключевая поддержка 1.15.300, далее 1.14.400 и уровень 1.13. 1.15.300. Это минимум валютной пары за текущий торговый год. Индикаторы скользящие средненедельном графики снижаются, на графике дневном снижаются, на графике 4-часовом разворачиваются наверх. Ну, собственно, уже, можно сказать, развернулись. Индикатор RSI на графике недельном E3 и E13 располагаются в зоне нейтральной, то есть нет явных признаков ни к росту, ни к падению валютной пары. На графике с периодом D1, 13-й нейтральной зоне тройка в зоне перекупленности. И на графике H4, здесь, в общем-то, можно сказать, что оба индикатора располагаются в зоне нейтральной, Но при этом наблюдается вот такая вот интересная картинка, которая может быть вам знакома как дивергенция. Это на самом деле очень тревожный сигнал для покупателей. Это сигнал к тому, что валютная пара может развернуться, ну либо как минимум скорректируется вниз. Ну, собственно, вообще по поводу евро-доллара могу сказать, что есть некоторые сомнения. С одной стороны, на дневном графике, еще раз подчеркну формально, у нас начался восходящий тренд. То есть, если посмотреть на эту картинку в приближении, вот у нас был минимум, вот мы откорректировались до 16.300, отбились от этого минимума. Кстати, вот кто у меня сейчас на мастер-группе, мы здесь продавали в районе данного значения, но не успели зафиксировать прибыль в районе отметки 1.15.300. Ожидали, что валютная пара пойдет дальше вниз, но здесь наоборот продолжился рост. Формально, если посмотреть по хаям, то мы вот этот вот максимум 8 августа, опять же повторюсь, перебили. Но сейчас торгуемся ниже него, плюс есть дивергенция, то есть, ну, в общем-то, довольно все непонятно. То есть, с одной стороны, восходящий тренд, с другой стороны, не перебитый максимум, дивергенция, то есть, все вроде есть для того, чтобы расти. В то же самое время есть все, в общем-то, аргументы за дальнейшее снижение, ну или как минимум коррекцию. Поэтому вполне вероятно, что в начале текущей недели нас ожидает коррекция. Ну, а дальше все будет зависеть, наверное, все-таки от того, какие данные выйдут по ВВП в Соединенных Штатах Америки. Что касается рекомендаций по евро-доллару, то все-таки с учетом той дивергенции, которая есть, мы не знаем, какие выйдут новости, мы не знаем, как они повлияют на рынок. Но пока картинка все-таки располагает к тому, чтобы открывать сделки на продажу. Чем ближе вы их откроете к отметке 1.16300, тем, в общем-то, будет и лучше. Этот уровень довольно неплохо подходит для продаж. По крайней мере, здесь понятно, куда ставить стопы. Кстати, мой стоп, который я ставил по продаже от 16, ровно там примерно мы продавали, его выбило как раз сегодня утром. Очень обидно. И я вот буду думать о том, где бы перезаходить по единой европейской валюте. Соотношение риска-прибыль в этих сделках, мне кажется, довольно привлекательным. Переходим к британскому фунту. Британец на недельном графике снижается, на графике дневном снижается, на графике четырехчасовом, но здесь довольно непонятный тренд. С одной стороны, вроде развернулись наверх формально, но вот непонятно, могут, в общем-то, и в диапазон вот в такое вот британца зажать. И куда из этого диапазона котировки выйдут, это, в общем-то, будет известно уже достаточно скоро. Что касается уровня поддержки сопротивления, здесь немного все изменилось. Со всем ключевым сопротивлением для пары выступает отметка 1.29, ровно далее 1.3200 и отметка 1.31600. Ключевая поддержка 28, ровно далее 2.6600 и при пробое 2.6600 у нас появляется шанс для снижения в районе 1.25900. Скользящие средние на недельном графике снижаются, на графике дневном снижаются, на четырехчасовом графике снижаются. Индикатор RSI, здесь у нас оба индикатора располагаются в такой, ну, практически уже пограничной зоне между зоной нейтральной и зоной перепродности. На графике D1 оба в нейтральной зоне, на графике H4 13 в нейтральной зоне, а вот тройка пытается зайти в зону перепроданности. Ну, во-первых, напомню, что на прошлой неделе мы рекомендовали продажи британца в районе отметки 1.29, ровно они сейчас неплохо себя отрабатывают, в моменте давали порядка 1000 пунктов прибыли. Также рекомендация была продавать на уровне 1.3200, все это также актуально. Британец выглядит гораздо более слабым, чем единая европейская валюта и его продавать можно более смело, но учитывайте, что если евро-бак все-таки пробьет отметку 1.16300, мне кажется, он неминуемо фунта утянет за собой наверх. А с учетом того, что фунт провалился гораздо сильнее единой европейской валюты, соответственно, и рост здесь, возможно, будет тоже гораздо более серьезным. Переходим к австралийцу, австралийский доллар на недельном графике снижается, на графике дневном, в общем-то, формально мы уже начали расти, по крайней мере, минимум прошедшей недели он оказался выше минимума 15 августа, и вот это очень показательно, что у нас вроде как начинается какой-то подъем. С другой стороны, расценить текущую картинку по австралийцу можно как вот такой вот треугольник, в котором сейчас зажимают котировки австралийского доллара на графике D1. Переходим на график H4, здесь, ну, в общем-то, та же самая картинка, только немножко в более таком близком рассмотрении, я бы не стал здесь выделять какой-то конкретный тренд, все-таки вот здесь еще больше картинка, похожа на диапазон, из которого, в общем-то, в скором времени австралийскому доллару придется куда-то выбираться. Что касается уровня поддержки сопротивления, то я бы обратил внимание на отметку 0.73200, далее 0.73700, и важным уровнем сопротивления для пары является отметка 0.74400. Ключевая поддержка 72200, далее 71600 и 71 ровно. Скользящие средние на графике недельном снижаются, на графике дневном снижаются, на H4 тоже снижаются. Индикатор RSI на графике недельном, оба зони перепроданности начинают уже подходить, в общем-то, к зоне нейтральной, то есть, можно сказать, в пограничной зоне мы уже практически находимся между этими двумя зонами, зоной перепроданности и нейтральной. На графике D1 оба индикатора в нейтральной зоне, графика H4 здесь тоже оба индикатора в нейтральной зоне, то есть нет явных признаков ни к росту, ни к падению. Напомним, что последними рекомендациями по австралийцу у нас были продажи, продажи на уровне 72200-272700. Тем, кто воспользовался нашими рекомендациями, допустим, от 72700, кто продавали на пике, эти сделки давали порядка 1300 пунктов прибыли. Я надеюсь, что хотя бы стопы без убыток были поставлены и вы здесь неплохо заработали. Кстати, напишите мне в комментариях, как вы воспользовались рекомендациями прошедшей недели, какие у вас результаты и какие сделки из тех, о которых я говорю сегодня, вы разделяете, а какие нет. По австралийцу рекомендация держать продажу сохраняется для тех, кто еще держит эти сделки, но я бы очень внимательно смотрел за тем самым диапазоном, который мы с вами чуть ранее рисовали. Выход из этого диапазона может определить дальнейшие перспективы австралийца и также австралийцы, конечно же, будут торговаться с очень большой оглядкой на своих европейских коллектов, что в первую очередь смотрим на евро и на фунта, а потом уже строим свои планы по австралийцу. Конкретных рекомендаций здесь на эту неделю давать не буду. Переходим к доллару и иене. На недельном графике она растет, на графике D1 снижается. Здесь, кстати, интересно, что так же, как и по евро, мы пытались пробиться выше максимумов своих локальных. В данном случае это максимум 15 августа. Пробиться, в общем-то, особо не удалось. Хвост выше закинули, но закрытия выше в прошедшую пятницу не произошло. На графике H4 мы находимся в восходящем тренде. На уровне поддержки сопротивления я бы обратил внимание на следующий. Ключевым уровнем, конечно же, по-прежнему является отметка 111.400. Я уже неоднократно называл эту отметку в наших видеообзорах. При пробое данного уровня появится шанс для укрепления к августовским максимумам, которые располагаются примерно на уровне отметки 112. Следующей целью для роста может быть отметка 112.800. Поддержки 110.900, 110.300 и 109.500. Скользящие среди на недельном графике указывают на рост. На графике дневном также растут и на H4 тоже самое растут. Индикатор RSI на графике недельном. И третий, и тринадцатый у нас располагаются в зоне нейтральной. На графике D1.13 в нейтральной зоне, тройка в зоне перекупленности. Графика H4, здесь оба индикатора у нас в нейтральной зоне. То есть явных признаков ни к росту, ни к падению валютной пары нет. Напомню, что последними рекомендациями были покупки на отметке 110.300 до 111.400. Тех, кто воспользовался, я поздравляю с фиксацией прибыли. Тысячу пунктов здесь заработать можно было запросто. Ну и что касается дальнейших рекомендаций по доллару и иене, то с учетом непробитого уровня 111.400, сейчас у меня складывается такое впечатление, что доллар и иена все-таки будет корректироваться и вполне вероятно вновь вернется к отметке 110.300. По крайней мере, соотношение риск-прибыль в данной позиции, позиции, разумеется, на продажу, довольно-таки интересной. То есть, если попробовать продать в районе 111.400, там, скажем, 111.300, может быть, чуть пониже, то потенциальная прибыль 1000 пунктов и поставить стоп за хаями прошедшей недели. Здесь убыток там будет 200-300 пунктов. В общем-то, все достаточно интересно. Но учитывайте, что если 111.400 мы пробиваем, то, соответственно, дальше мы снова пойдем штурмовать вот эти вот июльские, июльские, августовские максимумы. Это вполне себе наверняка. Ну и переходим к биткоину. Биткоин у нас, в общем-то, голову и плечу, которую я показывал вам здесь на H4, по сути своей никак не отработал. Да, был всплеск активности в середине прошлой недели у покупателей, но он практически ничем не закончился. Котировки вновь вернулись назад. Собственно, те уровни, которые мы обозначали как цели, по голове с плечами так и не были отработаны. Биткоин продолжает торговаться ниже среднегодовых цен. Среднегодовая цена сейчас находится в районе 8200 долларов за единицу. Мы продолжаем торговаться и ниже среднемесячных, и среднеквартальных, и полугодовых цен, ну и так далее. Собственно, на недельном графике по-прежнему очень хорошо просматривается цель для снижения в районе отметки 3500 за один биткоин. И я по-прежнему жду достижения этого уровня. А так нового здесь абсолютно ничего нет. Поэтому, в общем-то, про биткоин, честно говоря, уже немножко устал говорить каждый раз одно и то же. Здесь есть важный диапазон, нижняя граница которого это 5800, это минимум текущего года. Ну и, соответственно, сопротивление от отметка 8000. То есть можно просто работать в рамках данного диапазона. Приближаемся к 5800, покупаем. Приближаемся к 8000, продаем. Выйти за рамки этого диапазона котировкам достаточно тяжело, но учитывайте вот эту долгосрочную цель, такую, наверное, уже среднесрочную цель, потому что до конца года не так много времени осталось, на отметке 3,5. Я думаю, все-таки какие-то сюрпризы до конца текущего года по биткоину нас однозначно еще ждут. И, скорее всего, это будет сюрприз именно с падением котировок. Итак, по еженедельному прогнозу, это все ежедневные прогнозы. Вы можете на них подписаться на сайте aofx.ru. Обязательно подписывайтесь. Будем общаться каждый день. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Ну а тем, кто делает репосты наших видеороликов на своих страничках в соцсетях, друзья, вам отдельное спасибо. На этом все. С вами был Глеб Задоя. Всем удачи, успехов в торговле и пока.